За эту землю долгое время боролись местные жители, работники Дворца Пионеров и активисты экологических движений. Но отстоять Парк Победы так и не удалось. Землю отдали под строительство гостиницы. За два года здесь так ничего и не появилось, кроме сплошного забора и куч мусора. Фешенебельный отель красуется только на проектной картинке. За высоким забором строительные работы даже не начинались. Единственное, на что хватило так называемых инвесторов, отгородить территорию и насыпать несколько куч щебня. Дворец Пионеров должен оставаться Дворцом Пионеров. Эта территория принадлежат, это ели зеленые. Все это должно окружать детей. Игорь Колганов вместе со своей семьей не раз выходил на акции протеста. Для них этот парк был любимым местом для прогулок. Тогда верили, что зеленый уголок Калининского района еще можно спасти. Их мнение проигнорировали. Но и вкладывать деньги в строительство тоже не спешат. И в конечном итоге это все прикрывается, как мне кажется, еще и понятием Евро-12. А мне кажется, просто идет банальная распродажа территорий в центре города, в центре Донецка. И это, в общем-то, меня как жителя этого города, как жителя этого района, это, конечно, в общем-то, напрягает, возмущает. Общественные организации уже второй год подряд судятся с городским советом. Активисты уверены, что землю под строительство гостиницы выделили незаконно. Прошло уже около десятка заседаний, но суд свое решение так и не вынес. В ходе судебного разбирательства были выявлены интересные факты, такие как, что предоставление земельного участка в аренду проходило с нарушением процедуры, предусмотрено земельным кодексом. Сам отвод земельного участка также осуществлялся с нарушением градостроительных норм и санитарных норм. Городские власти тоже недовольны таким ходом дел. Надеялись, что здесь вырастет красавец отель. Решится проблема с благоустройством парка и гостиничных мест для иностранных болельщиков будет больше. Но, видимо, эти планы так и не осуществятся, признаются в мэрии. У застройщика на возведение гостиницы к Евро не осталось времени. Мэр этот вопрос комментирует неохотно. Говорит, все в стадии обсуждения. После городского дворца пионеров сейчас готовится проект реконструкции. По гостинице пока вопрос остается открытым. А забор уберут? Какие сроки там будут? Ну, когда приступят к реконструкции, наверное, же уберут забор. Спасибо. Я думаю, что нам необходимо еще чуть-чуть потерпеть их. Нет вопросов. Наша съемочная группа попыталась узнать о дальнейших планах у самих бизнесменов. Но по телефонам, которые указаны на бигборде, такой информации не владеют. Связаться с начальством не удалось. Подчиненные отказались давать прямые номера руководителей. Защитники природы уже готовят жалобы и обращения в городской совет. Хотят, чтобы забор снесли, а парк облагородили. Надеются, что теперь с их мнением будут считаться. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, Панорама.